Уважаемые представители СМС, дамы и господа, завершилась встреча лидеров государств, членов ДКБ, посвященная 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания нашей организации. Конечно, хотел бы выразить признательность российской стороне за прекрасную организацию этого юбилейного для нас мероприятия. На мой взгляд, встреча пошла очень конструктивно. Во всяком случае, состоялся такой очень откровенный, доверительный разговор по целому широкому перечню вопросов. Но при этом, конечно же, обсуждение фокусировалось на двух основных темах. Это состояние международной региональной безопасности, с учетом тех реалий, которые сейчас складываются в мире, в зоне ответственности ДКБ, на границах наших стран. И вторая тема – это роль и место ДКБ в современных условиях, перспективы развития нашей организации, в том числе и совершенствования системы кризисного регирования. В ходе обсуждения главным государством было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но и в целом мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государственного ДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков по отношению к Российской Федерации и ее союзникам. Обсуждалась ситуация во всех зонах ответственности нашей организации. В Восточно-Европейском регионе отмечалось расширение военного присутствия НАТО, наращивание военной инфраструктуры, интенсивность мероприятий оперативной боепутатовки, увеличение расходов, оборонных расходов всех практически соблюденных с нашими ДКБ странами. В альянс стягивается новое европейское государство. В растущих объемах поставляется современное вооружение в Украину. Что касается Кавказского региона, отмечалось, что несмотря на позитивные результаты в переговорном процессе между Арменией и Изабажаном, сохраняется напряженно в Кавказском регионе, в том числе не прекращаются инциденты, вооруженные на армяно-изабажанской границе. В этих условиях важную роль в стабилизации обстановки играет российский миротворческий контингент, обеспечивающий выполнение условий трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2010 года. В Центрально-Азиатском регионе серьезным дестабилизирующим фактором остается Афганистан. Исходящая с афганской территории угроза, включая терроризм и наркотрафик, не только сохраняются, но и могут обрести дополнительную сотру по мере ухудшения ситуации в этой стране, ну, прежде всего, конечно, социально-экономической ситуацией. Таким образом, вот, отмечалось, что обстановка по всему периметру наших границ, государственного ДКБ, остается достаточно напряженной. Безусловно, эти негативные процессы учитываются в нашей деятельности. Мы продолжаем развивать действующие системы обеспечения коллективной безопасности, миротворческих потенциалов, совершенствованием меры кризисного реагирования. По итогам сегодняшней встречи, лидерами государств принято заявление Совета коллективной безопасности от ДКБ в связи с 30-летием договора о коллективной безопасности и 20-летием организации договора о коллективной безопасности. Основная суть этого заявления, она изложена буквально в первом абзаце, где отмечается, что сделанный нами выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира на евразийском пространстве выдержал испытание времени. Договор, озвученный в 1992 году, выполняет свою главную задачу по обеспечению коллективной безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств. В заявлении выражена готовность обеспечить безопасность рубежей, зоной ответственности от ДКБ и высказана озабоченность избирательным применением общепризнанных норм и принципов международного права, нежеланием считаться законными интересами современных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонной санкции и ограничением нарушения предрогатив Совета безопасности ООН параллельными двойных стандартов. Хочу также сообщить, что сегодня было подписано решение Совета коллективной безопасности о награждении наградами от ДКБ наиболее отличившихся участников миротворческой операции от ДКБ на территории Республики Казахстан. Безусловно, в ходе сегодняшней встречи лидеров государств, членов ДКБ был дан целый ряд поручений, которые сейчас будут организовываться в соответствующей работе. Мы возьмем в проработку и соответствующие, так сказать, шаги, определенные шаги по совершенству нашей деятельности, они будут сделаны. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы касаемо сегодняшней встречи, я готов на них ответить. Уважаемый коллег, вопрос? Президент Путин анонсировал, что на встрече он обсудит с коллегами ситуацию на Украине. Есть ли какое-то понимание, будут ли коллективные силы ДКБ использоваться в ходе спецоперации на Украине? Обсуждалось ли это? Что касается Вашего вопроса, да, сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Ильич Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация в Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался. Агентство Белтов. Станислав Васильевич, на саммисе Владимир Путин высказался о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО. На Ваш взгляд, если они все-таки вступят в НАТО, как изменится обстановка сил в регионе, как это скажется на безопасности у западных границ ДКБ и какие меры планируется принять в ответ? Спасибо. Что касается вступления в НАТО в Швеции и Финляндии, я бы не рассматривал этот вопрос как-то отдельно, а то на общей ситуации, что мы сейчас имеем на наших западных границах ДКБ. Надо понимать, что мы сейчас стоим на пороге дальнейшей милитаризации Восточно-Европейского региона и усиления напряженности. Это факт. Уже многие планы объявлены и о дальнейшем увеличении оборонных расходов, и увеличении группировок войск, численности вооруженных сил, перебросок дополнительных подразделений НАТО в сопредельные с нашими государственными страны. К сожалению, если мы раньше говорили о милитаризации Восточно-Европейского региона и усилении напряженности именно здесь, то сейчас уже это будет касаться и Северной Европы. Поэтому, можно сказать, трудно сказать, чем это закончится, все, да, но одно очевидно, что вот эти шаги, в том числе и по расширению блока НАТО, они приведут к нарастанию напряженности в Европе. Это очевидно. И, в общем-то, эта позиция, она выражена в Совет... В этом году было соответствующее заявление сделано, официальное заявление ОДКБ, постоянного Совета ОДКБ. И там, в общем-то, отмечалось, что вот расширение существующих группировок, да, значит, создание новых формирований близ наших границ, увеличение интенсивности боевые потовки, создание новых объектов, повышение логистической возможности, все это ведет к нарастанию напряженности. И существенно подрывает, значит, условия для построения такого общего оборонного пространства. Скажите, пожалуйста, министр обороны Белоруссии заявил о том, что ОДКБ ждет расширение и что в состав организации будут входить десятки стран. Скажите, как идет этот процесс, обсуждался ли он на закрытой части заседания и какие страны могли бы войти в состав, в обновленный состав организации? Спасибо. Ну, я благодарен Виктору Ильичу Хренину за такую хорошую оценку роли и места ОДКБ. и такой взгляд оптимистичный в перспективе развития нашей организации. В общем-то, да, просто это звучало сегодня, ну как звучало, в перспективе развития в целом ОДКБ. Я могу быть в одном уверен твердо, это в том, что вот эти все попытки вбить какой-то клин между нашими странами, внести какой-то раскол, они ничего не приведут. Значит, наша организация сохранится и будет укрепляться. И вот эта моя уверенность, она еще больше укрепилась после сегодняшней встречи. Говорить о расширении, ну, я тоже уверен, не беру судить по количеству стран, еще и так далее, но то, что ОДКБ будет перерастать партнерами, наблюдателями и членами нашей организации, это перспектива. Станислав Васильевич, премьер-министр Армении в своем выступлении в ходе сегодняшнего заседания говорил о несовершенствии механизмов кризисного реагирования, которые есть в ОДКБ, и что применение этих механизмов не всегда совпадает с ожиданиями членов организации ОДКБ. Как эта проблема воспринимается в самой организации и что делается для усовершенствования этих механизмов? Спасибо. Да, сегодня этот вопрос обсуждался, в том числе во второй части встречи лидеров государственного ОДКБ и было высвано достаточно много предложений по совершенству системы кризисного реагирования. В том числе и армянской стороной премьер-министр Армении высказывал свои предложения. В том числе высказывали предложения другими главным государств с учетом практического опыта полученного в Казахстане, где мы в первый раз обкатали эту систему кризисного реагирования. Что я хотел бы сказать? Ведь в целом наша система сработала. Да, приходилось некоторые вещи проблемы разруливать в ручном режиме. Этого быть не должно. И сейчас задача стоит такая, чтобы внести необходимые корректировки, не ломая принципиально сложившуюся систему, которая на самом деле отработала и позволила нам выполнить задачи, в Казахстане в том числе. Поэтому такая работа будет развернута и необходимые выводы мы для себя сделали и, конечно же, корректировки будут внесены. Был разговор и по поводу Капказского региона, значит, ну, еще раз говорю, что вопрос этот будет прорабатываться и обсуждаться. субтитры Семенович